Похолодание, дожди и серость осень полноправно вступила в свои права. У многих настроение ухудшается, появляются упадок сил и раздражительность. Осенний хандре подвержен каждый второй. Но Антон в эту статистику не входит. Каждое утро он начинает с закаливания и пробежки вне зависимости от погоды. Вместе с осенью начался сезон простуд. Хороший повод заняться здоровьем. Врачи настоятельно рекомендуют укреплять иммунитет и прививаться. Стоит только наладить режим дня и добавить в рацион свежие овощи и фрукты, и энергии станет больше, говорят специалисты. А у жителей округа есть свои секреты, как унылую пору превратить в очей очарование. Ну, акцентирую свое внимание на осеннем листопаде. Приятно посмотреть фильмы какие-нибудь осенние. Дождик, он настраивает на какое-то минорное настроение, но в то же время я в это время путешествую, поэтому мне легко и хорошо. Я осень очень люблю, обожаю, потому что урожай вкусно всего, фрукты, овощи. В межсезонье особое внимание на здоровье стоит обратить старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями. Правильное питание полезно всегда, но осенью особенно. По принципам также гарвардской тарелки, как я своим пациентам говорю, это условно говоря, тарелка делится на четыре части. Половина тарелки – это клетчатка, четверть белки и чрезвы, уже сложные углеводы. Ну, с ограничением легко усваиваемых углеводов в животном происхождении. И все же не стоит забывать, что у природы нет плохой погоды. Даже осенью. Найти плюсы в этом времени года, чтобы не поддаваться хандре, по силам каждому. Стоит только захотеть. Екатерина Крамор, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...